Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Сколько еще жителям города Абай придется бороться с неудобствами? Помимо бездорожья и непроходимых луж, некоторые дома находятся под угрозой затопления. А что нам делать? Мы уже ничего не просим. Нам бы хотя бы этот снег вовремя убирали. Тогда вот такого бы не было бы. Люди бы не тонули бы. Паводки начались. Поселок Агадырщевского района и село Нуркен в Каркаролинске топят талыми водами. 19 миллиардов тенге требуется для ремонта школ в Карагандинской области. Такую сумму озвучили на очередной сессии областного маслехата. Глава региона пообещал уделить этому вопросу особое внимание. И в этом году мы в бюджете сейчас закладываем, сейчас и при уточнении, в основном на дороги. В основном дороги. Мы решаем проблемы сейчас с выступлением концерна. Правильно сказать? Дороги. Я предлагаю вот депутатам в следующий год, наверное, мы возьмемся за школы. Прошлой весной в эфире нашего телеканала выходил репортаж о проблемных дорогах города Абай. Местные власти обещали устранить неполадки в ближайшее время. Однако с тех пор ничего не изменилось. Причина тому – нехватка денег. Об этом заявили в Абайском Акимате. Все подробности в репортаже о сельце Занбаевой. Чтобы пойти на работу или же элементарно добраться до дому, жителям приходится преодолевать множество трудностей. Вот такая вот нестандартная лужа образуется ежегодно. Глубина ее более 20 сантиметров. Пройти через нее невозможно, а некоторые автомобилисты и вовсе отказываются ехать. Людям приходится обходить ее, несмотря на грязь, или же вовсе искать другие пути. С каждым днем возникает все больше и больше трудностей. И помимо бездорожья и непроходимых глух, талые воды начали просачиваться и в дома. Ежедневно многодетной матери, Карлыгаш Махановы, приходится вычерпывать воду ведрами из веранды своего дома. Каждый час женщина выносит по два-три ведра воды. Иногда бороться с потопом вынужденно и ночью. Жители небольшого поселка Бам, который расположен недалеко от города Абай, ежедневно беспокоят одни и те же вопросы. На протяжении 15 лет поселок напоминает зону отчуждения. Сельчане уверяют, что если бы в течение зимы снег убирали бы вовремя, таких проблем бы не возникло. Сейчас за свет не заплатят, их отрежут. За коммуналку не платят, их отрежут. Налог не оплатят, их оштрафуют. Вот такая пеня будет. А почему они этого не делают? Почему они вовремя не делают? Государство может людей напрягать простых? А почему мы не можем, люди простые, просить в элементарных вещах? Мы же не просим нам во дворе построить асфальт. Мы просим дорогу сделать. Уже больше мы ничего не просим. На БАМ отказываются приезжать не только скорая помощь. Иногда горожане вынуждены вызывать и такси, чтобы добраться до центра города. Но водители отказываются выезжать на заказы. Такси, здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне машину на железнодорожное 153? Очень извиняюсь. Мы вам туда машину не можем прислать по причине того, что проезда у вас нету и машина застрянет у вас. Такси, здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне машину на железнодорожное 153? Нет, извините, девушка, у вас там нет дорог, мы там машины не поедем. Неоднократно жители обращались за помощью к местным властям, но ответа не было никакого. На сегодняшний день средств нет, говорит Ергали Кисраунов, Аким города Абай. В текущем году будет производиться ямочный ремонт по всему городу, на который было выделено 30 миллионов тенге. Но, к сожалению, на поселок БАМ в местном бюджете средств не предусмотрено. В текущем году на ямочный ремонт автодорог города Абай бюджету было предусмотрено 30 миллионов тенге. В настоящее время конкурсные процедуры проведены, подрядчик определен. Ямочный ремонт на дорогу на Абам по-любому будет проведена. Потому что в прошлом году люди обращались, что на дорогу на Абам мы с Акимом районом туда выезжали. И в первоочередном порядке будет проведена на Абамовской дороге ямочный ремонт. Но сельчане не собираются сдаваться, ведь так жить невозможно, уверяют они. Некоторые из них пытаются искать другие пути, у некоторых появляются новые идеи. У нас выход какой, вот земля отойдет сейчас от мороза, нам хотя бы сделали дренаж по одной стороне, оставили там метра два от забора, чтобы тротуарчик был, детям ходить. Остальное мы хотя бы сами сделаем, нам хотя бы воду, вот с железной дороги, там степь, чтобы вода уходила. Она не уходит, у нас дождь прошелся, у нас болото. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сегодняшний день в Карагандинской области под водой рискуют оказаться два населенных пункта. Поселок Агадыр в Щецком районе и село Нуркен в Каркаролинске топят талыми водами. Местные жители прислали видео. На кадрах видно, что вода уже добралась до жилых домов. Под угрозой десятки построек. По официальным данным, пострадавших нет. В обоих поселках два дня подряд лил сильный дождь. В связи с этим уровень воды значительно вырос. Жертв и пострадавших нет. В Карагандинской области будут взрывать лед на реках и организуют круглосуточный контроль в паводкоопасных районах. Глава региона Ерлан Кушанов провел заседание областной комиссии по ЧАЭС, где обсуждали паводковую обстановку. По информации Акимата, весеннее половодие ожидается в области в первой половине апреля. В регионе действует режим повышенной готовности. В бассейнах всех рек запасы воды в снеге превышают нормы. Наибольшая опасная паводковая ситуация может сложиться в Бухаржирауском, Осакаровском, Абайском, Нуринском, Шетском и Каркаролинском районах, где вода на реках при весеннем таянии снега поднимается от 15 сантиметров до 3 метров и растекается на пониженных участках от полутора до трех километров. На заседании было отмечено, что на всех реках области во избежание ледяных заторов необходимо провести взрывные работы. В ходе совещания Ерлан Кушанов подчеркнул, что безопасное прохождение паводка – это задача номер один. Глава региона поручил организовать круглосуточное дежурство на водохранилищах. В Караганде прошли антитеррористические учения. Главная цель подобных мероприятий – это проверка готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач. Учение было максимально приближено к боевым условиям. Выполнялись мероприятия с элементами различной сложности. В связи с этим перекрывались некоторые улицы города. В Карагандинской области необходимо построить пять новых школ. Бюджетные заявки на три объекта в Караганде, Тимиртау и в поселке Сар-Шаган уже поддержаны министерством. Их строительство начнется уже в этом году. На ремонт объектов образования требуется 19 миллиардов тенге. Также в регионе существует проблема нехватки дошкольных мест. Обо всем этом шла речь на сессии областного маслехата. Нехватка дошкольных учреждений составляет 10 единиц. Всего в области в очереди стоят 7800 малышей. Эту проблему власти пытаются решить через механизмы государственно-частного партнерства. В прошлом году по программе ГЧП открыты 13 частных садика. Такие цифры привели чиновники на сессии областного маслехата. Глава региона обратил внимание народных избранников на проблемы в сфере образования. В линолеумы все заклеены скотчем. Я зашел в столовую. Я во многих школах побывал, когда я работал в правительстве. Но здесь от этого запаха, сами видели, оборудование старое. Это одна из центральных школ Караганды, города Караганды. Я думаю, не лучше обстоят дела и в других регионах, и в других школах. Аким области подчеркнул необходимость выделения денег на ремонт и инвентаризацию школ. Он пообещал решить эту проблему в следующем году. Народные избранники его идею поддержали. Также они озвучили проблему низкой заработной платы педагогов. У молодого специалиста она равна 43 тысячи тенге, воспитателя 35 тысячи, помощника воспитателя 22 тысячи тенге. При таких условиях, с учетом предстоящих выходов на пенсию учителей старшего поколения, которые сейчас временно замещают вакансии, вероятность возникновения кадрового риска скоро очень возрастет. Также на сессии Маслихата утвердили постановление об изменении границ Абайского и Бухаржираусского районов. Теперь поселок Дубовка перейдет территориально к Абайскому району. Принято совместное постановление Акимата области и Маслихата области об изменении границ Абайского и Бухаржираусского районов Карагандинской области. После принятия данного совместного постановления и решения возникло ряд вопросов для передачи села Дубовка Дубовского сельского округа в Абайский район. В целях решения всех вышеуказанных проблем по изменению границ Абайского и Бухаржавского районов были выделены финансовые средства из областного бюджета. Это 15 миллионов Абайскому району, 17 миллионов Бухаржавскому району. Все эти вопросы нужно решать совместно с жителями региона, подчеркнул Аким области. Он отметил, что работа депутатов и исполнительная власть должна и дальше тесно переплетаться. А Ямамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Имамы и прокуроры собрались под одним куполом. Целью встречи стало разъяснение светских принципов развития государства. В ходе семинара были также обсуждены вопросы законности занятия миссионерской и духовной образовательной деятельностью. Комиссиональные взаимоотношения и светские принципы развития государства обсуждались между представителями двух разных структур – священнослужителей и прокуроры. Со своими предложениями также выступили чиновники и политологи. Такая взаимосвязь стала возможной благодаря проекту «Доверие населения», который реализует областная прокуратура. Мы сегодня нацелены, во-первых, это идет изучение самого духовенства, вопросов, те текущие вопросы, которые у них возникают. То есть это проблемные вопросы, первое. Второе, значит, обучение правильному составлению каких-либо документов согласно стандартам государственных услуг. Где можно строить мечеть? Кто отвечает за коммунальные выплаты религиозного центра? Эти темы также не остались в стороне. Итогом встречи стало будущее юридическое воспитание имамов, а возникшие спорные вопросы отныне будут обсуждаться с прокуратурой. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия, а также обозначили ряд вопросов, требующих оперативного разрешения. Можно сказать, это как проект на взаимодействие, взаимосвязи с государственными органами и имамами. То есть имамы, вообще религия, она должна всегда поддерживать правителя. Какими методами, каким способом мы должны сотрудничать с государственными органами и сотрудничать вообще в целом в государстве, чтобы была наша страна и духовной, и при этом поддержать высоту, уровень нашего светского государства. Участники встречи пришли к единому мнению, что такие мероприятия позволяют определить направление в развитии казахстанского общества с учетом конфессионального и межэтнического многообразия, а также находить приемлемые возможности для решения возникающих проблем. Фариза Ублая, Ваших Сылок Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Школьные учителя вновь сели за парты. С 21 марта во всех средних учебных заведениях начались весенние каникулы. Пока дети отдыхали, учителя средней школы номер 57 упорно изучали английский язык. О том, как будет проходить обучение по программе «Трехязыче» расскажет Лариса Хусаинова. Айгуль Рахимбекова преподает русский язык в средней школе номер 57. С января текущего года женщина вместе со своими коллегами начала изучать английский язык. Как говорит Айгуль, учителям необходимо изучать языки, тем самым подавать пример всем школьникам. Все учителя стараются говорить, учатся грамматике, потому что мы понимаем, что полиязыче – это путь в будущее. Также наши дети, видя, что мы сами учителя говорим по-английски, учимся английскому языку, естественно, будут также преемниками. В Казахстане проводится уникальная политика трехязычия, направленная на освоение казахстанцами сразу трех языков – казахского, русского и английского. Эту задачу поставил президент перед молодежью. Для современного казахстанца владение тремя языками – обязательное условие собственного благополучия. Поддерживая политику президента, учителя школы номер 57 проводят активную работу по реализации одной из самых актуальных задач, поставленной президентом Республики Казахстан. Наши учителя усиленно изучают английский язык. Во время каникул программа трехязычия – это очень важное направление в сфере образования. Для того, чтобы дать хорошее знание детям, учителям необходимо самим хорошо знать главные языки. Количество языков, на которых человек может свободно излагать свои мысли, всегда было одним из показателей образованности и уровня культуры, а в некоторых странах – и показателем гостеприимности. Реалии сегодняшнего времени таковы, что каждый в нашей стране, кто хочет развиваться, пытается изучить казахский, русский и английский языки. Директор школы отмечает, для того, чтобы дать хорошее знание детям, учителям необходимо самим хорошо знать главные языки. Лариса Хусынова, Сламбекусман, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В угольном департаменте Арселор Миттал Тимиртау наградили лучшие проходческие бригады. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства. В нем приняли участие команды из восьми шахт. Подобный конкурс проводится впервые. Ни один производственный успех не стоит даже одной человеческой жизни. Такое заявление руководители Арселор Миттал Тимиртау делают каждый раз, когда выступают публично. Исполнительный директор угольного департамента Евгений Ромащин также не применил воспользоваться возможностью и не высказаться по поводу безопасности на шахтах. Вопросы охраны труда он напрямую связал с увеличением производительности, которую требует головной офис. Мы будем на голом энтузиазме, эти высокие обязательства, что мы будем делать? Будем нарушать технологию. Будем выдавать завышенные сменные задания, наряды. Будем спешить, будем торопиться и будем жертвовать чем? Вопросами безопасности. Я не хочу жертвовать вопросами безопасности. И генеральный директор всем дал четко посыл. Безопасность – это первое приоритет. Все остальное потом. И все же повод, по которому в актовом зале шахты «Шахтинская» собрались рабочие, несколько иной. А именно подведение итогов конкурса профессионального мастерства среди проходчиков. Различные соревнования проводятся здесь не первый год, но подобное командное первенство между шахтами компаний проводится впервые. Коллеги! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Конкурс проходил в два этапа. Первый – теоретический. Участники отвечали на вопросы квалификационного теста. Во время второго этапа команды демонстрировали свое профессиональное мастерство. Практические занятия включали в себя выполнение работ по монтажу ленточного конвейера, установку рестов на коронку проходческого комбайна, разделку и сшивку стыка ленточного полотна. По результатам конкурса лучшей проходческой бригадой названа бригада шахты «Тентекская». Первое место в угольной проходке заняла шахта имени Костенко, а по креплению анкеров бригада шахты «Шахтинская». Просто сработанный коллектив начинали на этой шахте, как бы вторые после бригады «Шахтинская». Кто начал анкерным креплением это идти. Ну вот так, как бы навыки, навыки. Ну и помогло, конечно, новую вот эту турбо дали, новые, которые намного лучше, чем до этого были. Производительность, конечно, побольше. Как бы все равно помогло, что шлик вершлага, как бы горизонтальная, все равно. В конкурсе были лучшей бригадой департамента. Прошли по углю, угольный пласт, у нас угольный, чисто по углю. Проехали почти 1400 метров. А норма какая? Ну, именно норма места, норма где-то 145-150 метров ежемесячно. Ну, даем план, не нарушаем. ТБ соблюдаем. Победители и призеры удостойны грамот и ценных призов. В нынешнем году угольный департамент намерен провести еще три конкурса по основным шахтерским специальностям. Андрей Тенул, Жасгабасов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На Урша-пати в Караганде. Торжество Дня равноденствия продолжается. На этот раз праздничное гуляние организовало свадебное агентство Алтентой. Более 200 гостей и необычные номера с казахским колоритом украсили этот вечер. В праздники приняли участие и наши журналисты. Вечеринка с национальным колоритом в Караганде проходит впервые. Пати уникальна в своем роде формат, где как нельзя лучше переплетаются европейские, и восточные традиции, культуры и искусства. По словам организатора Алтенка Никар, мероприятие покажет обычаи страны во всей красе. Такие мероприятия организуются для поднятия статуса Науры Смейрам. Этим мы хотим продемонстрировать и еще раз напомнить подрастающему поколению о традициях и культуре. Организовать красивое шоу помогли многие, среди которых и дочка центральных степей, певица казахстанской эстрады Каракат Абильдина. На празднике было все – национальные танцы, песни, модные показы и обряд в сауке сер. Проводились также игры и розыгрыши, где главным призом стал айфон седьмой. Праздник поддержали корпорация «Казахмыс», фонд «Дому» и акционерное общество «Натижье». На празднике можно было встретить и именитых личностей. Среди них казахские дизайнеры, телеведущие, певцы, журналисты и блогеры. Главным гостем стала француженка Гольша Хастлет. Гостя с казахскими корнями родилась в Турции, после жила в Париже. Но одно осталось неизменным – любовь к родному языку и традиция. Очень хороший праздник. Я действительно рада, что присутствую в этот день с вами. Я очень люблю наурыз и все, что связано с Казахстаном. С малого возраста я слышала речь дедушки и бабушки на казахском языке. И этот родной язык навсегда остался в памяти. С каждым приездом стараюсь избавиться от языкового барьера. А оказаться еще и на таком празднике для меня – безграничная радость. Кульминацией шоу стали вечерние танцы. Организаторы выражают надежду, что такой праздник будет проводиться каждый год. Фариза Улбаева, Жакслык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Компания «Казахстелеком» запустила инновационный проект «Смартдеск». Новый сервис позволит сократить очереди в поликлиниках благодаря виртуальным колл-центрам. Теперь записаться на прием к врачу стало еще проще и быстрее. Проект уже работает в пилотном режиме во многих медицинских учреждениях Караганды и Жисказгана. Ожидается, что скоро «Смартдеск» заработает во всех поликлиниках области и страны. Медицинские учреждения Караганды уже активно используют сервис виртуальный колл-центр. За три месяца в поликлиниках повысилось качество и оперативность обслуживания населения. До внедрения проекта специалисты регистратуры успевали принимать и обрабатывать всего лишь 42% входящих звонков. Сейчас же объем обработки входящих звонков увеличился до 96%. Эта система, которая установлена, позволяет именно поликлиникам самостоятельно, больницам самостоятельно подстраивать эту систему под свои нужды. Например, то, что мы себе дополнительно добавили, это то, что когда пациент ждет своей очереди дозвониться до регистратора, в этот момент он получает информацию о альтернативных способах записи, предположим. О том, что есть возможность записаться через сайт, через терминал, дополнительная информация о возможности проведения скринингов, дурографии. Перечень возможностей проекта SmartDesk начинается от основных услуг телефонии до сложных аудио- и видеоконференции. Записи звонков хранятся в течение двух месяцев. Официальный запуск инновационного проекта стартовал сегодня, 30 марта. Пациенты не могут дозвониться часто до регистратора. Было принято такое решение, что у нас есть продукт на базе CDP платформы АО «Казахтелеком» – виртуальный контакт-центр, который позволяет маршрутизировать звонки. И самое главное, сегодня сказали, что поликлиники могут управлять этой услугой, переадресацию звонков, распределять звонки между своими сотрудниками, видеть статистику, видеть, что внедрение данной услуги позволило нам, карагандинцам, улучшить качество предоставляемых медицинских услуг. Это что немаловажно. Работает виртуальный колл-центр по принципу единого горячего номера. Каждая поликлиника имеет свой индивидуальный номер, на который привязаны еще несколько внутренних. Звонки между диспетчерами распределяются по мере их занятости. «Эта услуга доступна всем юридическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса. Если связано с приемом заявок от клиентов, если раньше любая организация, которая хочет организовать контакт-центр, должны были закупить оборудование отдельно, взять телефоны, линии, настройки, на сегодня он подает заявку в Казахтелеком. Мы все это предоставляем». Медики и сотрудники Казахтелеком считают, что данный опыт необходимо внедрять и в других областях страны. Проектом «Смарт-деск» могут воспользоваться не только медработники, но и другие предприятия малого и среднего бизнеса. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Органы прокуратуры повсеместно проводят проверки по вопросам соблюдения законности при субсидировании сельского хозяйства. В связи с этим надзорный орган призывает граждан сообщать в прокуратуру об известных нарушениях при субсидировании, о фактах препятствия получению мер финансовой поддержки. Сообщение можно направлять на электронный адрес, указанный на экране. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Слава Унстар. Субтитры создавал DimaTorzok